Ну что, ребят, коротенький ролик по поводу Ripple, в принципе, новостей никаких особо нету, партнёры MasterCard и Ripple объединяются для инноваций в области трансграничных платежей, помните, я разбирал White Paper, MasterCard и Visa, поэтому смотрите на канале, это всё было, простая интеграция и метят они, опять же таки, в цифровые валюты, в CBDC и какие. Ребят, уделите всего минуту своего времени проекту, что может значительно увеличить вашу прибыль скрипты. Мои хорошие знакомые из Реала, которых я лично знаю не один год, открыли замечательный проект, что даёт очень хорошую пассивную прибыль. Они разработали собственный пул стейкинга на эфире, что даёт от 5 до 7% прибыли ежедневно. Вложив свои эфиры в данный проект, они подтверждают транзакции с наиболее высокой комиссией в сети эфира. Данное вознаграждение идёт в пул стейкинга, а пул уже данную награду делит с вами, причём большую часть от награды пул отдаёт своему вкладчику, то есть вам. Надёжная и прозрачная система, которую я проверил лично своим вкладом, вложив в данный проект более 5,8 эфира на 12 тысяч долларов. Помимо хорошо продуманной системы, моим гарантом также является личное знакомство с основателями проекта, это серьёзные люди, которых я давно знаю. Не упускайте отличную возможность приумножить свою крипту, такие возможности выпадают крайне редко, ими надо воспользоваться. Ссылка на проект в описании под роликом. Криптовалюты там в том числе будут использоваться и стейблы, поэтому тоже рекомендую посмотреть данные ролики. Простая интеграция, получается, и доступ к глобальным рынкам. Ну и кросс-мосты, получается, сервис-экспресс, также говорят, что включая потребители малые и средние предприятия. Этот цифровой опыт обеспечивает быстрое и безопасное решение для отправки денег или оплаты поставщикам по всему миру. Ну и также говорят по словам у нас Алана Маркварда, получается, исполнительного вице-президента по решениям перевода в мастер-карте, призван обеспечить выбор, доступ, прозрачность для трансграничных платежей. Ну и сотрудничество с Apple, в принципе, ничего абсолютно для меня удивительного. И как мы видим, также Fable FinTech у нас партнера Apple ещё больше укрепляет это сотрудничество, используя свою налаженную сеть. Ну и также, несмотря на значительный рост цифровых платежей, сохраняются проблемы, связанные с прозрачностью и затратами. Отчёт за 22-й год показывает, что 39% респондентов заявили, что трансграничные платежи замедляют цепочку поставок, а четверть сообщили, поставщики отказываются работать с ними из-за неопределённости в отношении сроков выплаты. Ну и в целом, поэтому, я так понимаю, они и партнерятся с Apple, чтобы низкие были издержки по транзакциям, также более быстрые переводы и так далее. По поводу новостей на криптобейзики, на YouTube, никаких новостей, почему-то у них пауза, видно рекламный бюджет закончился, ну я шучу, понятное дело, но, как мы видим, опять же-таки у нас было предсказание, буквально вот вчера там на днях, что по поводу того, что вот у нас там, ну, 3 дня назад, естественно, это у нас Nasdaq Finder, кстати, AMP крипта поменяли почему-то у нас этот дизайн, как минимум, вот там 366 долларов. По поводу Finder, давайте глянем, вот Finder у нас, соответственно, нам говорят, что будет там 5 долларов к 30-му году, ну, в принципе, классика жанра, поэтому ничего абсолютно не меняется, одни и те же статьи. По поводу цены XRP, есть такая консолидация, но, опять же-таки, я предупреждал, побоиют шарты, вот их побоили, получается, вплоть до практически 55 центов, и после этого жду дальнейшего снижения вниз, посмотрим, если будет дальнейшая консолидация, вполне возможно выстрел. Ну, как минимум, сейчас будет ланги, и, в принципе, возможно, идет у нас сейчас коррекция, ну, а после этого, возможно, сильный резкий дамп, которого никто не ждет, потому что все сейчас говорят, да нет смысла его делать, ну, конечно. Ну, нет смысла делать, потому что люди-то, людишки хотят выше, да, хотят выше цен, хотят, чтобы уже пошел бычий рынок, но не тут-то было, и после этого обвал, как раз-таки, я считаю, самое оно. Так вот, по BNB не дошли до этого уровня, как минимум, уже тут идет фиксация, побыли шарты финально, проект, который я лично проверил своим вкладом в 12 тысяч долларов, выдающий от 5 до 7% ежедневной прибыли, это отличная возможность приумножить свой капитал. Ссылка в описании под роликом. Ну, и, в принципе, уже можно дальше идти на снижение. По поводу индикаторов по типу Dash и Zcash, ну, давайте глянем, что у них происходит. Ну, в принципе, та же самая картинка, аналогичная абсолютно, то есть ничего не меняется. Zcash, кстати, второй день подряд уже падает, я предупреждал, что вот эта ликвидность однозначно будет собрана, поэтому имейте это в виду, и падение Zcash, как минимум, как минимум, на вот эти отметки, они неизбежны. Вот, по поводу XRP, в принципе, цели неизменны, я уже говорил, докупаться раньше, чем по 32 цента, я смысла не вижу, но, опять же таки, я жду ниже, потому что я ориентируюсь, в первую очередь, на биток. Всем удачи, всем пока.